Здравствуйте! Мы с вами продолжаем уроки наши и сегодня четвертое задание ЕГЭ. Смотрим демонстрационный вариант. Четвертое задание. Как сформулировано наше задание? В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения. Неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. И нам дали 5 слов, 5 вариантов. Из них нужно найти только один. Ответ какой? Ну сейчас мы с вами сразу демонстрационный вариант решим. Вы все-таки готовились. Времени осталось. До экзаменов не так много. Проверьте себя. Позвонишь. Красивее. Озлобить. И вот здесь прибыло. Ответ прибыло. Торты правильно. Посмотрим. Орфоэпический словник ЕГЭ. Если открыть сайт ФИПИ, то вместе с демонстрационным вариантом, с кодификатором у нас идет словник ЕГЭ. Что это такое? В этом документе у нас есть информация. Этот словник, наверное, вы все, ребята, уже распечатали. И этот словник у некоторых, наверное, уже висит на стенах. Если не висит, то, пожалуйста, мы с вами посмотрим этот словник. Что в этом словнике есть? Здесь сказано, что отличительные особенности русского ударения. Разноместность и подвижность. Ударение, ребята, в русском языке может быть на любом слоге слова. На первом слоге, на втором, либо же на третьем слоге. Разное место. Подвижность. В одних словах ударение фиксировано на определенном слоге и не передвигается. А в других же, ребята, меняет свое место. Например, стена, стену, стенам и стенам. Вот так, подвижное ударение в русском языке. Мы знаем, ребята, с вами, что с помощью места ударения меняется смысл слов, значение слов. Например, мука и мука. Погруженный на платформу, погруженный в воду. Значения слов совершенно разные. Ударение, поэтому нужно правильно ставить, чтобы не допустить ошибок в употреблении слов. И в форме, видите, очки. Некоторые правила орфоэпии мы сегодня на сегодняшнем уроке повторим. Как запомнить ударение? Слов же много и как их всех запомнить? Есть советы? Мы посмотрим на сегодняшнем уроке это. Также, ребята, мы знаем, что некоторые правила орфоэпии. Обязательно мы посмотрим ударение в именах прилагательных, ударение в глаголах, ударение в некоторых причастиях и деепричастиях. Это все у нас в словнике есть. Итак, начинаем ударение в именах прилагательных. Правила вспоминаем. У полных форм имен прилагательных возможно только неподвижное ударение на основе или на окончании. Это одно правило. Второе. Не включаются, кстати, в задание ЕГЭ слова, где оба варианта ударения считаются правильными. То есть только именно в каком-то слоге будет стоять ударение. Затруднения бывают чаще всего в кратких формах прилагательных. Ударный слог полной формы ряда употребительных прилагательных остается ударным и в краткой форме. Например, красивый, красив, красиво, красиво, красивый. В краткой форме. Оставили. Если ударение в краткой форме женского рода падает, ударение на окончание в сравнительной степени, она будет на суффиксе. Е-е. Например, сильна. Сильнее. Больна. Больнее. Жива. Живее. Вот правило орфоэпии мы с вами повторяем. Если ударение в женском роде стоит на основе, то в сравнительной степени оно сохраняется. Например, красивее. То же касается и формы превосходной степени. Теперь мы с вами, ребята, посмотрим уже ударение в глаголах. Ударение в прошедшем времени обычно падает на тот же слог, что в инфинитиве. Инфинитив – это начальная форма глагола. Отвечает на вопрос, что делать, что сделать. Сидеть. Сидела. Прятать. Прятала. Ударение в форме женского рода переходит на окончание. В остальных формах остается на основе слова. Морфимы, надеюсь, вы эти помните. Это глаголы брать, быть, взять, ведь, врать, гнать, дать, ждать, жить, звать, лгать, лить, пить, рвать. Рекомендуется говорить ждать, ждал, ждала, ждали, ждала. Приставка вы. У глаголов, ребята, принимает ударение на себя. Запомните, вы. Выжить – выжила. Вылить – вылила. Вызвать. Также у глаголов «класть», «красть», «слать», «послать» – ударение в форме женского рода в прошедшем времени. Остается на основе слова. Вот это нужно запомнить, вот эти слова. Слала, послала, слала. На основе. Орфаэпические словари продолжают рекомендовать ударение на окончании. Большинство глаголов оканчиваются на последний слог ударения. Помните, например, «звонишь», а то некоторые очень часто неправильно ставят ударение и так и говорят. На самом-то деле «звонишь», «звонит», «звоним», «звоните», «звонят» на последний слог. Также мы с вами посмотрим «причастие» и «депричастие». В полной форме, помните, да, краткая форма и страдательная... Ой, полная форма, краткая форма есть у страдательных причастий. В полной форме находится на суффиксе «йон», «йо». То оно остается на нем только в форме мужского рода. В остальных формах переходит на окончание. Проведенный, проведен, проведена, проведены, проведено на окончании. Также неопределенную форму смотрим. Прочитали самостоятельно. Депричастие имеют ударение на том же слоге, что и в неопределенной форме соответствующего глагола. И тут даны несколько депричастий. То, что большими буквами написано, это у нас. Там падает ударение, ударный звук. Ударение в наречиях в основном следует изучать путем запоминания. Это в словнике Фипеи вот так написано. Вы, наверное, все уже прочитали. Но и тут даны, значит, слова. Они, как вы видите, видели, наверное, разделены по частям речи. Сейчас вот на этом слайде мы видим имена существительные. По группам их надо учить, ребята. Не просто так взять и начинать от одного слова зубрить. Не надо. По группам. Здесь, как вы видите, красным выделены слова, которые очень часто встречаются на экзаменах. Поэтому, пожалуйста, вот их, на них обратите внимание, их нужно проговорить. Аэропорты, порт, банты, вероисповедание, диспансер, досуг, еретик, жалюзи, иксы. Вот здесь очень часто маленькие дети путаются. Каталог, квартал, километр, метр. Муссопровод водит, газопровод, вод, нефтепровод, водопровод. Они очень часто встречаются на экзаменах, поэтому, пожалуйста, смотрите. Отрочество. Отрок, подросток. Свёкла. Вот в этом слове очень часто допускают ошибку. Запомните. Свёкла на ё. Средства. Правильно проговаривайте слова. Семент торты. Цепочка. Шарфы. Имена прилагательные. Вот красным выделены. Их обращаем, на них обращаем внимание. Сливовый. Сливовый, оптовый, мозаичный, кухонный, красивее. Если вы посмотрите словник, то по всем частям речи в словнике всё есть. Только из этого словника на экзамене будут слова, не из какого-то другого источника, а только уже вот из них. Какой-то вам попадёт. И даже причастие есть, идеи причастия, наречи. Вот то, что красным выделено, это очень часто встречаемые слова. Таким образом, ребята, мы с вами подводим итоги нашему уроку. Пожалуйста, ударение ставьте правильно. Употребляйте слова правильно, верно. Желаю вам удачи на экзаменах. Спасибо.